Экскурсия по стадиону «Витязь», осмотр площадок и проекта будущего ФОКа, где спортсмены смогут заниматься волейболом, баскетболом и мини-футболом. Документация разработана и утверждена. На это потрачено 2,5 миллиона рублей. Сегодня первая презентация проекта. Прямо на месте. Вы здесь видите ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта. Вторая часть – это поле футбольное полноразмерное и легкоатлетические дорожки с современным тартановым покрытием. Поле с искусственной травой. Мы сегодня вписываемся в тот земельный участок, который есть сейчас на стадионе. В основе проекта ФОКа – типовой вариант, рекомендованный Министерством спорта. Два зала – 110 и 220 квадратов. Тренажерный зал – административные и хозяйственно-бытовые постройки. Здание ФОКа – быстровозводимое. Металлический каркас, утепленный сэндвич-панелями. Существующие на Витязе спортивные объекты будут реконструированы. Шесть дорожек по 400 метров будет также. Поле 110 на 70 стандарт. Там располагается игровая площадка, где можно играть также в баскетбол, футбол, мини-футбол. Здесь у нас будет зона прыжковая в длину. И здесь мы будем располагать под цифрой 8 где-то. Это антивандальные силовые тренажеры. Витязь находится в ведении области, поэтому стадион получит статус губернаторского. Строительство ФОКа начнется уже в июле. Сейчас в самом разгаре конкурс для определения подрядчика. Завершить строительство планируется в марте 2018 года, а к лету благоустроить территорию вокруг. Роль этого проекта для целого микрорайона Вологды переоценить сложно. Строительство данного стадиона позволит различным спортивным секциям, которые до этого функционировали на территории данного микрорайона, не выезжая за пределы микрорайона, заниматься различными видами спорта. Не только в летние благоприятные погодные условия, но и зимой, фактически круглогодичные. Масштабный проект реконструкции, который финансируется из областного и федерального бюджетов, завершится полностью к 2020 году. Марина Березина, Михаил Протасов, Волок, ДРФ